Теперь второй момент, который мы определили как главное направление в новой экономике, это в цифровой экономике. Это, конечно, создание компании платформ. Это абсолютно новое явление в нашей жизни. Это то, что предвестниками этого, первыми пионерами этой новой технологии стали такие компании, как Alibaba, Amazon. В какой-то степени пытается это сделать сейчас Сбербанк. Очень упорно, и надо отдать должное ту упорству и стремлению, которым этим занимается Греф, создать на базе Сбербанка компанию-платформу. Это такие многофункциональные сервисные компании, причем не национальные, они не ограничены национальными границами. Это все, естественно, интернет-компании, которые обеспечивают комплексную услугу как для производителей, для бизнеса, так и для потребителей и населения. И резко сокращая издержки. Резко сокращая издержки. Причем идет конвергенция. Если раньше были, допустим, Alibaba, это магазин, онлайн-магазин, были транспортные компании, были финансовые компании, были мессенджеры, они все начинают сливаться друг с другом. Бичат начинает представлять финансовые услуги, являться поисковиком, не только мессенджером, в то же время, ну, кстати, вот многие крупные, тот же Google, считается, что он отстает очень сильно, потому что он остается как бы именно поисковиком и сосредоточился на рекламе, умной рекламе, в то время, когда он перестал развивать новые инструменты, новый институт. Поэтому идет вот создание таких комплексных, сервисных, онлайн-интернет-платформ, которые, входя туда, ты можешь решить очень многие вопросы для себя, получить кредит, финансирование, найти нужную информацию через поисковик, коммуницировать через нее со своими клиентами или даже со своими друзьями в соцсети, которые там же. Ну, то есть такие комплексные программы, которые резко сокращают издержки.